земля цвета вернет во тьму наконец-то а у меня мозгов нет я только сегодня вдруг господи так нажал случайно так оказывается вот она наша воля и знаете тут оказалось так во первых я вижу не какую-то такую пожилую даму моего возраста вот я вижу женщину симпатичную достаточно молодую для меня как как дочь вот так значит к сожалению вот видите если взять допустим мою заставку то ее как делали мой сайт да вы видите вот она это мой абрикос а если заглянуть фото галерею то я всем советую вначале валютом выпить допустим а здесь получается по-другому здесь получается опять ладно где сейчас только был а вот значит получается информация недоступна и они ничего не знаю вы же береза я так и не знаю она специалист или нет как получается что у него результаты противоположные не понимаю я и еще раз воля вот сейчас я сменю так сказать тональность еще не поздно ваш владимир который оскорблял там брат у меня или обоих вместе более с моим братом подружился все они теперь друзья чуть-чуть чего такого то но человек не знал действительно то что сейчас вы не знали вы узнаете вот перемените вот я сейчас коротко видите мужика вот они дички жардели якобы проходили пропускаю побряку из 20 лет выросли тысячи сальвисов моих семян плоды становились только лучше а если бы вся огромная аудитория канала андрея туманова туманова это узнал какой от тебя вред только понимаешь вот последний я в тебя камень кидаю ну переходи ты на нормальную сторону но я еще когда уже сколько времени прошло когда тебе уже несколько раз вспоминал уже как будто мы только двое ты я с той стороны экрана покупателям я когда дальше нет дальше уже не будет это руганье оскорбление вот просто вот это вот да вот это вот не передается сортовое качество сортов при генеративном размножении я понимаю так что видя ваши березы на вашем сайте я понимаю то что скорее всего вы этот цитата откуда-то правильно вот я тогда полез в интернет я редко у меня хватает своего опыта настолько доказать ну поймите воля 30000 саженцев и вырастет я каждый из них руках держал как детей я что слепой столь ну тридцать тысяч понимаете вы это один своими руками ну хорошо ладно 20000 а последние 10 тысяч в паре с сыном все на 3 и вот получается я вот это вот это очень важно друзья почему я вас подвожу к одной очень важной идее об этом чуть ниже многим это даже может быть не интересно но с другой то стороны ведь вы видели верху да что эти мои подарки к дню рождения то есть идет день за днем день за днем на каждом вебинаре я вам показываю фотографии и опять они лучше не хуже лучше и вот что получается я полез досмотрите посмотрите дальше вы еще не сказать интереса не скажу но познавательнее будет потому что такие вопросы они не разбираются вот там где ольга там с натальей они так сказать погода дёрнутом сайте к умер с чем-то подписчиков да вот это не разбирается там все не так я вам еще покажу ну не так другой стиль другой это там даже на этой невозможно это все показать наверное там даже условий таких нет так что я понимаю ольгу помните анекдот три варианта ответа 1 до 2 нет третий пошел нафиг и вот этот третий вариант пошел нафиг это потому что у тоже ольги наталья нет такой возможности вот так объяснить показать они живут в другом мире вот зашли послали и дальше живут внутри это цитата покупателям нужно иметь ввиду что родительские признаки могут сохраняться при семенном размножении природных видов но не сортов ну кто бы спорил пойдите в лес и убедите сами природных видов поняли да сейчас мы понимаем что интересно многие из вас даже кто вот я знаю если впервые тут появится сегодня я им говорю ну ходи вопрос пожалуйста этот вопрос будет звучать начали дом а как зайти а вот так а для них это все вновь в это уже столько ветеранов при семенном размножении я специально выделил это я выделю красным сортовых растений происходит расщепление признаков тут не сказано вот это дички жердели это не сказано тут сказано расщепление да я согласен даже при посеве семян из-за одной семенной коробочки получается разнородный потом вспомним лабаудина сколько с одного дерева сколько сенца под ним выкопано и все разные получили полученные гибриды могут иметь внимание цветы разной окраски одну я вас обманывал отличаешься от окраска то есть их растений предсказать заранее какая умная цитата оля это вы выбрали не ту цитату поверили ей и бах мошенник этот раз меня печать того предсказать заранее цветы какой краски будут выращивать семян сердцев невозможно а ольга предсказать невозможно даже когда ваулина получили все разные я был шоке я знал что они будут разные ну понятия раз там относительно разные может быть разы но в девстве незаметно это а здесь получается ваулина подтвердил сто процентов 200 процентов то что здесь написано внимание чтобы сохранить сортовые признаки необходимо использовать вегетативное размножение вегетативное мы даже догадались там правда упоминание все упоминается приобретательные семена листовые стеблевые черенки про прививку молчок это укоренение детки клубеньки а у а дениуму прививки а что такое дениума ой опозорился а может это как раз фруктовые деревья да мне еще учиться и учиться правильно говорится ольга что я не вижу исключением является промышленные семена гибридов первого поколения это отдельная тема так потому что у нас среди нас есть очень грамотные люди и меня так вот а им же надо они видят в роскошные плоды мои и хотят чтобы из моих костей получить такие же а мне гибриды первого поколения f1 будьте добры а другие мне не интересует а дальше сейчас в момент истины это очень важный момент ребята выходите вы писать у меня полсотни себя так косточек вы хотите в твоем виде вот такие вот даже вот такие но это сколько собрал вот если дозрел бы был бы 60 70 допустим и вот значит как минимум чтобы он был такой же а вам ученые говорят правильно говорят первое поколение а теперь я открываю одно из истин но надеюсь вы еще компьютеры не отключили я люблю поговорить а как короче как в этом да нет пошел на фиг но в следующем поколении растений f2 уже не повторяют исходных конечно не повторяют а смешным саду не за меня это приговорили вы уже все должны знать и понимать это наш уровень многие из вас пусть и наши конус классе будут это вас умолять читать лекции студентов как минимум если бы каталог был написан что кусочки от сортов да нет у меня сортов это было бы честно а вы продаете косики от свободного перекрестного поления как сорта это здесь написано с серафим ну я еле узнал ну что теперь дело у меня появляется желание и наверное я так буду делать серафим железово академик железова хочу королевский железово зубы что франция вот вот королевский железово тогда вот меня отстанет вот обман шарлатанство не получится сейчас объясню почему вы были бы правы ольга ну вы не уникли в это дело видите как я с вами аккуратненько вот итак гибриды первого поколения но уже в следующем поколении не повторять исходный качеств ладно гражданка и шаг я же официально к вам обращаться то . называл у меня ведь все плоды крупноплодных сортов от привитых деревьев вы понимаете что случилось вот что случилось нет сейчас ладно вперед загляну я сейчас не там подальше не там размещать сколько у меня уникальных фотографий и жалко время терять даже а вот внимание друзья вот вам такие письма пишут вот тут без бутылки шучу пишет а миггене из арсеньева это весной сделал прививку черенка крупноплодного железа во это один стараться в своей камере упомянул вот в этом каталоге и сарас стесняюсь так сделал прививку штамп нашего абрикоса ниже прививки пошла ветка с такими же крупными листьями как вы считаете будут ли он это ветки такие крупные абрикосы как и фотографию давайте смотреть кто-нибудь скажите пусть что железо свинел тон пожалуйста там ольга поверьте зайдете не пожалеете вы после этого придется только единство что боги вар вами вашим друзьям придется отказаться от этого бесконечного когда дерево болеет гнилое бороться с этих с грибами на листьях не знаю причем и отрезать из колесной ветки в самом подружимся там уже не так принципиально и вот значит под прививка так взял привил а вот это родное дерево родная ветка не забыли за ольга вы конечно уничтожили а мои эти ученики не уничтожают их и вот получилось что она тоже жирненький крупный лист как у культурный какой будет ни я ни вы не скажете вот возможно крупноплодный железо какая мы с вами на данный момент не знаем что же это за родительское дерево так это вы мне скажете что получится не я вам а вы мне тем вот сейчас я смотрю на первый год цветочие почки не заложились бывает сразу еще годик мост я доживу до 72 73 года так вот и получится наоборот вы будете теперь испытателем вот это когда-то может свою книгу написать это все может войти в золотой фонд потому что эта фотография уже у меня уже в архиве а мне уже на 10 книг таких фотографий только пока они не нужны эти книги и получится плоды на маточном дереве одни плоды на привитом естественно будут и зачем бы вы привали вот моя прививка вот мой черенок прекрасно прижился здесь будут допустим два раза крупнее а здесь может быть как на родительском раз как на этом два то есть это будет химера на первом этапе или что-то средне арифметическое вот между плодами ну допустим здесь плоды 30 грамм на моем между не утверждаю ничего 60 грамм а здесь 40 или 50 это место они близко только тут плохо видно это место где родятся химеры но здесь высокие шансы что это не химера потому что если бы это было бы слива на абрикосе или абрикос на сливе тогда бы сто процентов химера вот причем мы можем продлить жизнь но это отдельный разговор как продлить жизнь с химером который считается появился и сдох вот и до этого глянули возвращаемся долго получается разговорить сколько всего вот ну на втором часу я скажу главное для чего я все это затеял и так понятно что тут вы оказались неправы вот последний раз я кинул камень это для того чтобы как-то мобилизовать действительно мобилизоваться нельзя так дальше дело уже не во мне и так мы с вами посмотрели вот это скопировано редчайший случай из интернета так разнородное потомство теперь так здесь вообще продолжение той же статьи не моей умной умнейшего человека не ничего не расходится с наукой редкий случай и так и длительное размножение так вот они обходим мы с вами поговорили вот а если у меня косточки допустим я беру ой сколько у меня фотографии абрикоса я не догадался хотя бы одну ну допустим какого-нибудь там 10-го года 2005-го 2013 ну то есть 5-10 они эти косточки они же вот такие же бывают тоже 100 граммовые да а они там уже никакие не в 1 не в 2 они вообще не в 1 и не в 2 потому что здесь то идет а эти семена гибридов семенных а я подчеркиваю что наши семена привитых деревьев на них внимание все это начиная вот отсюда не распространяется вообще все забудьте про это забудьте про друзья видели как я долго говорю дички жердели вырастут забудьте не будет их до сих пор сотни фотографий других садов до сих пор ни одного случая нет и не будет вот это просто как сказать можно легко да вот цитату бах и тут же лугуном тут же мошенником вот просто чеки ольника спасибо родная я без без иронии говорю и без ёрничания если бы не вот эти вот нападки такие довольно обидно но вот я бы вот это бы не искал я бы вот это не расшифровал понимаете косточки с привитых деревьев на них не распространяется все что относится к косточкам семенных ну и в этом заключается все волшебство я же тоже не даю гарантию что если косточку посадить со 100 граммового плода вырастет опять я не даю но я уже объяснял есть второй партнер если это будет манджуриц вот такой вот будет манджуриц который три четыре раза меньше а у него будет у него дети ну а дети то какие будут если помельче манджурицы ближе но это самое покрепче ну а и наоборот если он будет больше к этому более культурному папаши или наоборот мамаши более культурный вот тоже вероятность очень высокая очень высокая ну может быть на пару раз у нас только что ступит и все это остальное будет вот в этом вот вот в этой вот как линейке здесь один дерево рядом вот такое и наоборот вот такое такие у меня есть плоды вот опыление все сразу это это самый пролож что сразу дички вот так старался так старался потом брат юрий пожалуйста вот этот кусочек и надо все таки это самый как-то куда-то посылать но они же совершенно не ну как сказать люди которые живут совсем другим может хорошая мама не знаю я вот не годится так дальше и тогда я написал железо в академии наук работы по искусственно планируемого выведения сортов заранее предполагаемых качествами на этом основе на волоксе наука последние сто лет эти работы повторяю по искусственным планируемого выведению сортов заранее предполагаемых качествами должны быть прекращены навсегда это деньги на ветер и в россии и белоруссии казахстане украине у нас одинаковая наука вот я уже написал или ладно все пропускаю а то